Привет, друзья! Сегодня готовим нарезку из куриного филе, которое мы с мужем любим есть вместо магазинной колбасы. Этот рецепт очень простой и быстрый, сейчас сами все увидите. Берем небольшую тарелочку и смешиваем в ней соль и черный молотый перец. Сюда же можно добавить ваши любимые специи, например, какие-то сухие травы. Достаем куриное филе и посыпаем его этими специями со всех сторон. Каждую сторону нужно хорошенько растереть руками, чтобы специи распределились по всем кусочкам курицы как можно равномернее. Какие специи можно использовать, кроме соли и перца? Как я уже сказала, это могут быть абсолютно любые сухие травы. Я, например, обожаю базилик или кинзу, а можно использовать какой-то красный жгучий или сладкий перец. Берите то, что вам больше нравится. Курочку можно оставить помариноваться примерно 20-30 минут при комнатной температуре или можно сразу начать ее жарить. Жарить нужно на очень сильном огне, на максимально сильном, в большом количестве растительного масла. Жарим с двух сторон до румяной корочки. Если кусочки куриного филе у вас достаточно толстые, вы боитесь, что они не успели приготовиться, то пожарьте вторую сторону под крышкой примерно минут 5-7. После этого выключаем огонь и оставляем курицу полежать под крышкой примерно 30 минут. Затем выкладываем на тарелочку и оставляем так остыть до комнатной температуры. Когда курочка остынет, ее нужно завернуть очень плотно в кусочки фольги. Каждый кусок курицы заворачиваем отдельно. Вот такие блестящие комочки у нас получаются. Убираем эти комочки в холодильник примерно на 4 часа. Можно и оставить подольше. Я часто готовлю такую курицу вечером и убираю в холодильник на ночь, а утром достаю и готовлю курицу для бутербродов. Потом просто достаем курочку из холодильника, разворачиваем фольгу и нарезаем на кусочки. Филе будет очень хорошо нарезаться и совсем не будет крошиться. Вот оператор украл у меня кусок курочки и съел. Вот наглость. Вот такая красивая нарезка у нас получилась. Ее можно легко поставить на праздничный стол, есть утром вместе с бутербродами или добавлять в салаты. Приятного вам аппетита!